Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачева-Черкесии. Повышение качества образования – главная цель. Министр образования и науки Карачева-Черкесии прокомментировала ежегодное послание главы региона Народному собранию Республики. Какая работа уже проведена Министерством образования и что необходимо для выполнения поставленных задач, расскажет Альбина Ламкова. Оценка развития региональной системы образования дана и определены новые задачи, в соответствии с которыми были даны поручения в ежегодном послании главы Карачева-Черкесии Рашида Темрезова. К исполнению уже приступили они выполнимы, так как необходимые условия для работы созданы, сказала министр образования и науки Республики Инна Кравченко. Достаточно хорошая основательная работа и фундамент был заложен до того, как завершается работа национального проекта образования. Я хочу сказать, что за весь период образования все контрольные точки в рамках реализации национального проекта образования были достигнуты. Это и строительство, и капитальный ремонт школ, обновление материально-технической базы образовательных организаций, оснащение их современным оборудованием. Конечно, профессиональное развитие педагогических работников и управленческих кадров, реализация программ, повышение квалификации, методическая поддержка. Конечно, остаемся приверженцы основной цели – это повышение качества знаний наших учеников, это в том числе качество работы наших сотрудников, педагогов, непосредственно их подготовка, переподготовка, повышение квалификации, это подготовка кадров профессионального уровня. Сегодня эту задачу также Рашид Борисбевич обозначил перед нами. Над этими и многими другими задачами мы готовы работать на перспективу ближайшую. В планах достойно завершить национальный проект образования. На смену ему в 2025 году придут новые, направленные на дальнейшее развитие отрасли и повышение качества образования. Начнет формироваться и реализовываться новый проект по созданию инфраструктуры дошкольного образования, в том числе это то, чего раньше не было, то есть это строительство и капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций. И хочу отметить, что в рамках поддержки и поручений главы Карачаева Черкесской Республики уже в 2024 году будет отремонтировано за счет республиканских средств 12 дошкольных образовательных организаций по одной образовательной организации в каждом муниципальном образовании. В 2025 году в рамках нового национального проекта эта работа будет продолжена и будет длиться до 2030 года. Надо отметить, что помимо капитального ремонта будет и строительство дошкольных учреждений. Там, где необходимо, продлят строительство общеобразовательных организаций. Уже в этом году введут 4 объекта почти на 1500 дополнительных мест. Это даст возможность решить проблему со второй сменой, ликвидируя ее полностью. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева Черкесия. Начатая в 2017 году в Карачаево Черкесии федеральная программа, благоустройство уже помогло преобразить более сотни дворов и общественных территорий региональной столицы. На текущий год в Черкесске запланирована реализация 15 проектов, которые ранее прошли процедуру согласования с жителями многоквартирных домов. В каждом дворе обустройство парковочной зоны, детских и спортивных площадок, урн, лавочек, освещение, полисадников, на которых горожане смогут высадить деревья. Мониторингом строительных работ займутся надзорные ведомства, муниципальные власти и общественники. В настоящее время степень готовности большинства объектов доходит до 40%. На этот год запланировано благоустройство 15 преддомовых территорий, которые охватывают 25 многоквартирных домов. То есть где-то есть дворы, где-то один дом, где-то два, где-то три. Поэтому в целом 25 многоквартирных домов, 15 территорий. Сейчас работы ведутся на 13 территориях, пока две у нас не охвачены. Степень готовности на некоторых до 40%. Остались работы по установке малых форм, то есть фонари, лавочки, урны, освещение, детские площадки, оборудование детских площадок. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим. Субтитры предоставил DimaTorzok Более 50 священников, прибывших из разных регионов Северного Кавказа, отслужили божественную литургию в самом древнем православном храме республики поселка Нижний Архез. Богослужение возглавил архиепископ Петсегорский и Черкесский Феофилакт. Али Баташев подробнее. Крестный ход от Ильинского храма к храму Святой Троицы с праздничными песнопениями – древняя традиция, которая продолжается и сегодня. Престольный праздник в Духов день объединил духовенство имирян из Карачаева, Черкесии, Ставропольского и Краснодарского краев, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Божественную литургию возглавил архиепископ Петегорский и Черкесский Феофилакт. Многие паломники приехали помолиться о мире, о своих родных и близких. Совместная молитва быстрее достигает неба, считает паломница из города Лермонтова Ставропольского края Елена Кашуба. Я в этих местах впервые. Для меня здесь все прекрасно. А потом, когда стекаются люди, вот как и речки, да, в один океан, вон сколько людей, сколько православных верующих, паломников. Это когда ты один, это одно, а когда все вместе, это совсем другое. Это радость большая. Да, это радость, это какое-то необыкновенное ощущение, вот когда идут мурашки похожие. В этом году исполняется 135 лет со дня первого богослужения возрожденной Афонской Зеленчукской обители. Традиции монашества живы и сегодня. Вместе с семьей на богослужение приехал паломник из Черкесска Олег Жидяев. Радость праздника разделяет его сын Кирилл. Радость за всех, что все есть возможность прийти сюда, помолиться за родных, за своих близких, которые сейчас у нас на фронте. Православная вера без Духа Святого не имеет никакого значения, без благодати Духа Святого. Господь посылает нам Духа Святого для понимания сущности своей и своего Сына, Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому можно ходить, конечно, в церковь много, можно ставить свечки, можно исполнять много ритуалов, но без благодати Духа Святого не будет православной веры, и верующий не сможет проникнуться Господом Богом. Архиепископ Феофилакт поздравил верующих с торжеством. Он отметил, что сошествие Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы – это рождение церкви, которая объединила верующих. Празднуем день сошествия Духа Святого на апостолов, как день начала нашего единства, которое на протяжении тысячелетий остается нерастерзаемым. Многие были испытания для нашей церкви, которые она переживала со свойственным ей удивительным вдохновением надежды на Бога. В этом году праздничное богослужение было омрачено событиями, которые произошли в Крыму и Дагестане – убийство полицейских и православного священника. Эта боль отозвалась во многих сердцах. И хотя бывают горькие обстоятельства, однако им не под силу сделать горькой всю нашу жизнь. Как и сегодня, никаким страхом не под силу было остановить наше желание здесь собраться и помолиться вместе. И мы не боимся тех, которые ненавидят. Мы молимся о них, чтобы Бог помог им избавиться от этой ненависти. Мы молимся о том, чтобы Бог остановил их ненависть, как врач, который останавливает болезнь. Нужно молиться за своих ближних, как никогда, именно сейчас, когда мы потеряли Царствие Небесное, замечательного нашего батюшку. Когда вот сейчас наши вороги стараются раздробить Русь, разжечь религиозные конфликты. Это все страшно пугает. Но, несомненно, если все мы будем в единении, если мы будем поддерживать друг друга, любить, молиться, обращаться к Господу нашему Иисусу Христу, Пресвятой Богородице со своими мольбами, то все непременно наладится. И будем надеяться, что во славу Божию это действительно произойдет. В завершении проповеди архиепископ Феофилакт пожелал пастве жизни в согласии с Богом и в дружбе друг с другом. В одной большой семье Великой России и Благословенного Кавказа. Али Баташев, Ольга Савенко, Пехак, Ракелян. Вести Карачева, Черкесия. Зеленчукский район. Настойчивость в спорте может превратиться в выдающиеся достижения. В Черкесске прошел межрегиональный юно-армейский турнир по армейскому рукопашному бою «Кубок Победы», посвященный ветеранам и героям Великой Отечественной войны, про торжественное открытие, награждение победителя и чествование гостей Майя Хамдухова. Федерация армейского рукопашного боя – один из видов боевых искусств, который включает в себя различные виды единоборств. Такой вид спорта вызвал большой интерес у подрастающего поколения. Ведь спорт – это не только про медали, но и про искусство самообороны и защиты. Если говорить о преимуществах, то он менее травмоопасен и предназначен как для защиты, так и для нападения, говорят организаторы. Армейский рукопашный бой совмещает в себе как раз-таки все виды единоборств. Я думаю, наши дети дадут серьезный отпор. От Карачаева-Черкесии выступает военно-патриотический плуг воин. На торжественном мероприятии присутствовали почетные гости – члены жюри и болельщики. Со словами напутствия и дальнейших побед присоединился и замминистра физической культуры и спорта Карачаева-Черкесии Мурат Агиров. Я хотел бы, чтобы вы росли на примере героев, на примере тех героев, которые сегодня повторяют подвиг наших предков. Поэтому хотелось бы, чтобы быстрее воцарила победа, мир, чтобы мы могли продолжать созидать. Желание детей участвовать в больших турнирах усиливается, когда есть воля к победе. В соревнованиях участвовали юные бойцы в возрасте от 6 до 15 лет. Мальчики и девочки, которые продемонстрировали мастерство и навыки владения приемами рукопашного боя, показали болельщикам и судям захватывающие поединки. «Стать примером верности данному слову спортсмены учатся не только в спортивных клубах, но и из истории ветеранов Великой Отечественной войны. Именно им посвящен межрегиональный фестиваль Кубок Победы. Пропагандируя такой вид единоборств, у юных спортсменов формируется патриотическое воспитание, которое закаляет их на преодоление жизненных препятствий». «Я начинала заниматься КУДО, потом перешла в Зиндекай-Картедо. Когда наш клуб закрылся, я решила продолжить свой путь и прийти сюда». По окончанию юно-армейского турнира свои заслуженные медали получили бойцы из Южного федерального округа и Северного Кавказа. В сборной команде из девушек призовые места заняли военно-патриотический клуб «Воин» из Карачаева, Черкесии, спортивный клуб «Арагац» Буденновск и двойной дракон Пятигорск. По словам опытных наставников, победы, как и поражения, даются нелегко. Но лишь в том случае, когда человек поймет, что есть вещи поважнее, чем победы или поражения, только тогда он станет чемпионом. На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных выходных и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok